Здравствуйте, Арсений Селезнев-Зиробой. Испытываю кормушку. Я сделал пока ее в единственном экземпляре. Это с 10-литровой канистры. Вот там у меня с 5-литровой канистры. Такого же типа. На 5 литров. А это уже побольше. Куры, куры, куры. Курочки мои, куры, 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 идите покушайте. Куры привыкли к такой, как это сказать. Подобные кормушки, они уже не сильно боятся. То есть они даже не заметили подмены. Обычно, когда я ставлю новую кормушку, они ее боятся. Вот, в принципе, хватает места. Дело в том, что кур много. И они не любят, когда их становятся вокруг. И они не любят, когда слишком плотный график. Поэтому вот они плечами там даже толкаются. Поэтому многие идут кушать у малышей. У старших цыплят. А старшим цыплятам я уже поставлю эту емкость. Вот они уже такие. Такие петушки. Вот этот кушает лучше всех. И я думаю, что с большой посудой куры будут лучше. Кушать будут лучше, потому что все-таки все любят с большой посуды. Так, теперь смотрим сюда. Здесь может, я так думаю, приблизительно помещаться около 10 особей одновременно питаться. И у меня есть еще три таких канистры. Две, по-моему, канистры. Да, две. Чистые. Которые тоже сделаю и расставлю по разные стороны. Дело в том, что взрослые должны питаться здесь, где больше света. И там, я думаю, поставить одну и одну возле входа. А пятилитровые у меня только две. Их придется цыплятам поставить. Вот там уже стоит нацеплят пятилитровая. Не выливайка. Они кушают довольно хорошо. Садятся на бортик. Пересвет уберу. Садятся на бортик. Едят. Уже наелись. Вот видно, самый маленький с одной стороны слева. И самый крупный с другой стороны цыпленок. Как родились, так и не растут. В принципе, они уже достают до бортика. В самый низ. И самый маленький даже запрыгивает туда. Любит запрыгивать. Хотя могут сидеть, как стоять. Со стороны. Доставать шеи донизу. Как так сидеть на бортике, так и внутрь заскакивать. Ну ладно, пусть заскакивает. В принципе, все остальное взрослые доедят. Эту кормушку я испытывал уже более года. Первый вариант я сделал где-то в сентябре. Меня она очень устраивает. Вот это видно, что без крышки. В принципе, можно даже без пробки. Пробка, крышка. Такие можно делать. Рекомендую. А также можно делать вот такие 5-литровые канистры современные. В них можно набирать воду. И очень хорошо пьют куры. Им нравится. В принципе, там удобно. Все удобно. Очень понравилось. Очень. О, словила что-то. Словила, побежала, побежала. Такая хозяйственная. Так что, в принципе, я еще немножко понаблюдаюсь за этой. Вот такие можно делать. Это, по-моему, 6-килограммовая или 5-литровая канистра. Я уже точно не помню. Там или 5, или 6 килограмм. Ну, не важно. Сбоку делается. Тут ручка. Рукоятка. За нее удобно брать. Выносить. Если что. Так что, можно повторять. А с этой я еще посмотрю. Посмотрю, проконтролирую, как оно будет. Вот уже набортик становится кто-то ногой. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев. Зверобой сделал новую кормушку-невылевайку. Селезнева. Да, еще вот новая сделана из канистры. Невылевайка для цыплят. Сфокусирую. Бортик тоже загнут внутрь. Точно такая же, как та. В нее можно и снег набирать зимой. Тоже удобно. Снег не вываливается. Много набирается. Подписывайтесь на канал. Смотрите обновления. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok .